тяжелый напряженный матч где атакующие действия наверно строились через длинные передачи борьба много было борьбы вот каких-то как бы командных взаимодействиях наверно сложно говорить здесь в общем то кто выигрывает борьбу тут выигрывает инициативу за счет этого я считаю что в первом тайме мы были ну наверно более все таки агрессивнее более мобильные заработали где-то ряд стандартов угловых которые очень-то привел к одиннадцатиметровому удару вот поэтому здесь но надо все-таки сказать о том что они того что говорить ну говорить о какой-то комбинационной игры сложно в плане того что надо отдать должное особенно я считаю что по первому тайму в общем-то мы играли в этом в этом компоненте были были бурда гонить лучше соперника поэтому ну и добились результата что касается второго тайма здесь как бы мы не просили ребят сыграть очень внимательно особенно первыми все-таки здесь надо отдать должное на сопернику который в общем-то с первых ему стал оказывать на нас давление вот которая в общем-то особенно первые минуты вот который тоже как привело к стандартному положению и мы в общем-то с углового сожалению пропустили групп хотя считаю что концовка в общем-то второго тайма особенно там последние минуты провели на одном более активно и в общем-то ну может быть имели какой-то шанс вырвать вырвать победу а так наверно ничьяный объективный результат по этой игре пожалуйста вопрос серьезно причем этом сезоне пакела мало замен делать по ходу того там что замен уже после 70 75 минуты и когда уже результат наверное понятия но в целом части две замены и многие вы ждали выхода шагенова того же маленького но я бы не сказал что вам делаем мало замен вот во первых но сегодня если исходить как бы из сегодняшнего матча у нас не столь высокий был не столь винный невысокий не столь большой выбор как бы игроков которые могли бы ну качественно как бы выйти на замену и усилить но тот же маликов при всем к нему уважении пока будет тяжеловато ему выходить даже на замену чтобы а тем более там усиливать и груда если нам просим и в какой-то игре будем иметь какое-то преимущество не виду то по забитым мячам тогда где-то еще можно было ну как все как сегодня складывался матч здесь нужно было опытные игроки физически крепкие игроки а вот поэтому а то что мы по количеству замен я не знаю мы принципе в каждой игре это ну к лимит замену не то что исчерпан но по крайней мере три замены мы всегда проводим а вот просто исходя из этого становится надо впечатление что факел это не может не получается этот перестроиться по ходу именно 2 тайма в зависимости от результата и тут надо же говорить о том как люди входят в игру насколько они как бы усиливают игру но к сожалению к сожалению надо признать что у нас не всегда как замены усиливают нашу 8 матч без побед застряли на зоне вылета конкурентов еще не упали что-то надо менять усиливать или игроков и тренингский чтобы какие-то действия согласен согласен с вами что однозначно вот эти вот матчи которые без победа не однозначно психологически давит на команду мы это все прекрасно понимаем и поэтому мы стараемся еще тем более в этой игре как бы и у нас по карточкам лебединка выпал который но значит усилил бы наша текущий потенциал поэтому мы понимаем все прекрасное наше положение в турнирной таблице и исходя из этого будем как бы изыскивать внутренние резервы которые я думаю что у нас должны быть я не хватает высокому нападающему в конце матча подача идет нет ну тут я не могу с вами согласиться что обязательно нам надо там иметь какого-то столба там под два метра рост тут вопрос в том что надо говорить о количестве людей которые штрафной вбегает у нас не всегда не всегда получается так чтобы при фланговой передаче у нас было по крайней мере там три человека внутри человека как бы атакующие линии у нас практически если если качественная передача с фланга доходит то у нас один но максимум два человека поэтому мы же анализировали в этом плане все мячи которые мы там забивали после фланговых передач у нас обязательно штрафной площадке всегда находилась где-то 3 до 4 человек вот сожалению но здесь надо отдать должное что по этой игре у нас в общем-то но фланговые передачи я считаю были качественные рабочие где можно было срабатывать более более наверное агрессивно более более эффективно что ли вот но здесь как бы считаю что не хватило вот именно количество людей по михаилу афанасьеву имеет возможность войти в штрафную предпочитает каждый раз подавать это установка это его лично да ни в коем случае это не установка учитывая что миша афанасьев в общем то но у нас далеко немедленный игрок фланговый игрок обладает хорошей дистанционной скоростью поэтому моему же на эту тему сколько раз говорили миш все ты получаешь мяч у тебя тем более если тебя игрок соперника не атакует момент приема ты можешь на скорости вполне входить штрафную обыгрывать обостряй а вот пусть даже соперник там нарушит может еще нарушить правила на тебе заработать 11-метровый удар на вот но согласен что где-то вот он в этом отношении мог бы наверное мы более более все таки разнообразить свою игру и более как бы эффективнее играть вот такую чем кратко может подвести итоги первого но однозначно я думаю что все таки учитывая все наши проблемы там я уже говорил что новая команда там все-таки я думаю что могли могли получше выступить может быть ними не столь явно там не может быть там ну по крайней мере где-то в десятке вы могли закрепиться пока держал какие перспективы ну пока пока здесь я даже вот после того как он получил травму я даже его и не видел но насколько я знаю все таки если он сейчас мы его отправили домой в общем-то он проходит восстановление в домашних условиях я думаю что в общем-то выпал выпал на на длительный срок все-таки это это травма травма как бы надрыв задней поверхности бедра она лечится 21 день а там насколько это сильный нагрев это уже судила сеть продолжение темы в отсутствии к дюйма завоищем варианты на франке пара он и сегодня вот впервые вышел может стать артема ковчук как оцените его я считаю что он сегодня провел очень качественный матч честно говоря немножко как перед игрой было определенное волнение поэтому здесь даже при всем при том что игра такая тяжелая была может опять же я повторюсь что наверно все таки мало было именно командных взаимодействий все-таки поле не позволяло комбинировать а вот но то что в плане оборонительных функций ну и в общем то простота надежность вообще-то сегодня по сегодняшней игре она однозначно присутствовала его действия сегодняшняя игра позволила отобраться на кубок фнр команда по и вот этот вопрос на этот вопрос честно говоря я не могу вам ответить пока еще вопрос не могли бы вы оценить по итогам первого круга игру максима кузьмина команде как вам кажется вообще человек способен прогрессировать или хотя бы не регрессирует ну в принципе хороший вопрос и как бы здесь однозначно тренерский штаб считает что это ну это не тот уровень игры которым показ поэтому я считаю что он должен играть намного намного сильнее и намного эффективнее и наверно все же больше пользы приносить команде еще вопрос это касается даже не только кузьмина это касается того же и ломакина который почему бы я как бы ну заостряю внимание на этих двух футболистов потому что все таки они обладают а таким потенциалом в плане того что могут завязать игру могут как бы принять какие-то нестандартные ситуации вот плюс в том что еще у нас как бы но и лебеденко есть я думаю что в атакующем особенно атакующий потенциал все же у нас наверное более 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 что ли велик что в этом плане более мы могли бы качественно играть у тренерского штаба есть идеи как справиться с этим потому что все таки если вы называете даже сразу двух позициях которые явно не покрасил но очевидно наверное следующий вопрос должен быть тренерского штаба однозначно здесь конечно здесь не только будет это их не вина это однозначно где-то и тренерского штаба где-то мы будем так а в этом в этом плане не дорабатываем ну наверно постараемся за это время как бы здесь ну найти вот эти вот пути решения этой проблемы спасибо